Всем привет! С вами я, Виолетта, и это мой новый хобби-влог. Начинается он немножечко странно, непривычно. Сейчас я проверяю все свои аквамаркеры Мазари. У меня их 120 цветов, и вот на меня что-то нашло, я решила их проверить. Почему-то на камеру, хотя обычно я не люблю такое делать на камеру, но вот захотелось. Мне было очень интересно, сколько аквамаркеров мне плохо пишут, потому что я хотела освободить 5 ячеек для маркеров. Так как у меня есть набор из 5 пастельных таких же маркеров, я думала сложить их в одну коробку, чтобы это было удобно, потому что у меня один маркер уже высох, и я думала, вот может еще 4 там закончатся, или уже закончились, и решила все проверить. Но по итогу, когда я выкинула лишние фломастеры, оказалось, что те фломастеры, для которых я это все устраивала, не влезают. Они оказались чуть длиннее, чем маркеры Мазари. В общем, получается, ну не то, что зря я это все делала, потому что я все равно же проверила, что у меня пишет, что не пишет, просто на цвета еще раз посмотрела, потому что я не очень люблю использовать эти маркеры для раскрашивания. Они какие-то, ну, для меня не самые ходовые, в общем, не самые удобные, но, как оказалось, очень много красивых цветов, которые я почему-то полностью игнорирую. Несмотря на то, что я покупала эти маркеры для раскрашивания по номерам, в раскрасках по номерам часто многие цвета не задействуются, не задействуются. Например, какие-нибудь вот малиново-фиолетовые оттенки, их очень редко можно где-то найти, ну, потому что я в основном раскрашиваю какую-то природу, пейзажи, животных, то есть там таких цветов практически нет, только если цветы какие-нибудь. Ну, так вот. А в обычных раскрасках я ими не пользуюсь, потому что они много где прозвечивают. Но, сделав эту выкраску, я поняла, что надо как-то ими пользоваться. Вот этот, кстати, желтый маркер, он покрылся плесенью. Там прям огромный был налет, черный какой-то темно-зеленый плесень. Вот, естественно, я выкинула сразу этот аквамаркер, потому что, ну, и дышать плесенью вредно, ну, и просто не вижу смысла как-то его чистить, мыть, потому что, ну, не так нужен мне этот, в общем-то, желтый цвет. И здесь, как вы можете заметить, в наборе их много. Вот, ну и как раз оттеночек бирюзовый у меня закончился. Я даже не знаю, он, я так понимаю, именно закончился, потому что я брала, когда с собой аквамаркеры эти Петрозаводск, раскрашивать раскраску по номерам от Creative Heaven, да, я поняла, что он у меня как бы засыхает или заканчивается. И на последней картинке я там как-то его исписала еле-еле. Вот, видимо, он совсем уже, в общем, закончил свое существование как фломастера. Не знаю, даже сейчас смотрю на эту палитру, очень красиво выглядит это все. Прям хочется пораскрашивать на самом деле. Я вспомнила, кстати, использовала эти аквамаркеры в раскраске Tattoo Design, вроде бы так называется. И там они, конечно, просвечивали, но на бумагу ложились довольно хорошо, то есть удобно ими было красить, поэтому, если вы вот не знаете, например, куда приспособить, то могу посоветовать вот эту серию раскрасок, где великолепные узоры, узоры и цветы винтажные. Итак, я решила продолжить свою волокиту с этими вот ценниками. И не знаю, вот на фломастерах Крайолы это выглядит очень красиво, на белом фоне вот эти цветные вставки. Кстати говоря, мне кажется, что фломастеры очень похожи на колпачок, в общем, как они рисуют. Мне кажется, очень похожи. Вот, но есть прям цвета, которые отличаются. Вот, и ещё я хочу так же сделать с фломастерами Штедлер, потому что здесь вот вообще прям, не знаю, для меня разница есть. Она, конечно, не очень сильная и, в принципе, понятно плюс-минус, но всё равно вот каждый раз приходится делать вот так, что не очень удобно, поэтому вот сейчас, пока есть время, я решила немножечко посидеть вот с такими маркировочками. Итак, в общем, я приехала в Петрозаводск, взяла с собой всего две раскраски. Это с цветами и раскраска весна Киры Шершневой. Сделала уже достаточно много картинок. В этой раскраске у меня вообще всего 20 работ, и сейчас у меня уже практически половина готова. Я могу сказать, что могла бы закончить эту раскраску, но мне безумно жалко, с одной стороны. С другой стороны, ну, если мне нравится сейчас её раскрашивать, то почему бы её сейчас не закончить? Вот, потому что, ну, вдруг потом появятся раскраски лучше, интереснее. Или просто, ну, у меня такое бывает, что в какой-то период мне нравится раскрашивать одну и ту же раскраску, а потом мне уже не очень нравится её раскрашивать. Вот, ну, не знаю, пока подумаю. Вот. За это время у меня закончилось несколько маркеров. Причём, знаете что? У меня целых два маркера закончились вот этих новых, которые я купила в прошлом месяце. Я не могу сказать, что я мало ими раскрашила, но я раскрашила достаточно много. Ещё и такие раскраски, которые, ну, сильно впитывают маркеры, вот эти большие по номерам. Вот. Но всё же, вот, таких два цвета самых часто используемых, это 67 и 48, они у меня закончились из-за этого набора нового. Что, в общем-то, очень жалко на самом деле, потому что, ну, прослужили совсем мало, получается. Хотя мне писали в комментариях, что вообще некоторые маркеры приходили полностью высохшими тем, кто заказывал из набора. Поэтому мне ещё повезло, у меня все, по крайней мере, писали. Вот. Ну, и так как мне надо было здесь что-то раскрашивать, у меня здесь именно маркеры по цветам взяты, а не все те, которые у меня есть. Поэтому пришлось докупить. Вот. Покупала маркеры не я, я папе скинула просто номера. То есть зашла в приложение Леонардо и посмотрела там похожие вот на те оттенки, которые мне нужны, номера. Ну, естественно, как бы на фотографии не так хорошо понятно, что вообще это за, как сказать, за оттенки. Поэтому пришлось взять три оттенка голубого, два оттенка вот этих, такую, жёлто-зелёного. Выглядят по факту вот цвета таким образом. Наверное, наоборот. Да, вот. Вот так. По факту мне нужен был голубой, который вот этот 344-й. Но 343-й тоже очень хорошо подходит на роль светло-голубого. А вот этот небесный синий тоже очень красивый цвет. Я, как бы, не жалею. Всё равно все маркеры пригодятся. Все маркеры нужны, все маркеры важны. Тем более у меня вот из всех вот этих маркеров, вот, 48-й, да, закончился. Такой, как бы, максимально на него похожий. Это 124-й. Вот. И то это скорее какой-то такой светло-зелёный. Поэтому я рада, рада, что такое есть. Вот. Ну, например, если бы серый закончился, было бы обидно покупать, потому что серых у меня очень много. А и голубых оттенков их не так много. Таких вот, ну, прям голубых-голубых. Ну, и вообще, в принципе, светло-зелёный, вот этот жёлтый-зелёный тоже подойдёт. Ну, и плюс, учитывая, что у меня появилось очень много раскрасок для маркеров, всё равно они будут использоваться. Это однозначно. Вот. Ещё я заказала себе несколько раскрасок. Но, наверное, в этом хобби-влоге вам уже их не покажу. Думаю, буду заканчивать. Пишите, кстати, насколько у вас вот маркеров хватает. Потому что у меня какие-то очень долго служат. Например, вот эти Touch New. Они уже очень старые. И я ими достаточно много пользовалась. Не всеми оттенками, конечно, но всё же. С Алиэкспресса их ещё заказывала. Вот из 80 цветов, сами видите, сколько осталось. Но им уже, наверное, года три, если не четыре осенью будет. Вот. Ну, это было всё. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok